Девушки отдыхают Что мы знаем об исламе? Десять кратких вопросов. Истинно или ложно? Давайте обратимся к этим вопросам. Первый. Согласно Корану, Иисус — Мессия. Кто написал истинно? Кто написал ложно? Да, я уже сказал, что Иисус — Мессия. То есть я надеюсь, что все вы правильно ответили на этот вопрос. Да, вот вам наложение. Наложение. Вот вам пересечения между христианством и исламом. И христиане, и мусульмане считают, что Иисус — Мессия. Однако, как мы уже отметили, при встрече мусульманства и христианства всегда есть и наложения, и различия. И с одной стороны, мы встретились, мы пересеклись. Но с другой стороны, поскольку центры в разных точках, Коран — Сан-Коран и Мессия, для христиан — Мессия, для мусульман — Коран, то вот поскольку центры разные, будут и различия. Вот вам пример. Мы все верим, что Иисус — Мессия. Мы вместе верим, что Иисус — Мессия. Аминь. Так оно и есть. Здорово. Великолепно. А потом вы спрашиваете мусульманина, «А что значит, что Иисус — Мессия?» Он, скорее всего, скажет, «Это значит, что у Иисуса была ограниченная миссия на ограниченный промежуток времени только для дома Израилева». Что, спросите вы? Неужели это и есть объяснение слов «Мессия»? Нет, уж никак не по Библии. Уж никак не по Новому Завету. Смысл слова «Мессия» и «Миссия» Мессии куда больше с точки зрения Ислама миссия ограничена на ограниченное время только для Израиля. Второй вопрос. Согласно Корану, христианство — ближайшее к Исламу религия с точки зрения веры. «Истина» — ложно, истина. Я очень рад, что многие подняли руку. «Истина» — это действительно так. Однако, и опять «однако». Коран предписывает испытывать людей. Прочитай своему другу Коран. Если он пойдет на землю и исповедует, что это истинно Слово Божие, то узнаешь, что сердце его искренне. Если же прочитаешь ему Коран, а он не исповедует, что Коран есть Слово Божие, то узнаешь ты, что сердце его не искренне. И на такой случай в Коране есть даже предупреждение против дружбы с христианами, потому что они могут увлечь вас, ибо сердце их не искренне. У них другой центр, другая основная точка. Они не верят, что Коран есть Слово Божие. То есть, с одной стороны, да, очень хорошо, христиане, ближайшие к мусульманам, поверьте, становитесь их друзьями. В Коране написано, ходите на их праздники, пусть они ходят на ваши праздники. Все-таки, что очень хорошо, мы строим мосты на этой основе. Но есть ведь и предупреждение. Осторожно, чтобы не увлекли вас, чтобы не увели вас от мусульманской исламской веры. Третье. Мусульмане верят во второе пришествие Иисуса Христа. Истина? Ложно? Истина. Да, они верят, что Иисус в конце истории придет снова. Вот мы и говорим, слава Господу. И мусульмане, и христиане согласны. Христос снова придет в конце истории. Здорово, великолепно. Все вместе, все друзья. А потом мы спрашиваем, а что же Иисус будет делать в свое второе пришествие? Мусульмане, наши друзья, говорят, когда Он в Слово придет, Он уничтожит все, разрушит все кресты, потому что крест — это ложь, потому что Он не был распят, потому что Он был взят на небо телесно. И Он будет упрекать и ругать христиан, потому что не стали мусульманами. И Иисус обратит христиан в мусульманство. И согласно некоторым традициям, в Коране этого нет, но согласно некоторым традициям, говорится, что Иисус убьет, погубит всех свиней. Так что любители свининки, любители сальца, послушайте внимательно. В небесах сала не будет, потому что всех свиней убьют. Вот что получается по Корану и по исламским традициям. Некоторые традиции говорят, что Он придет в конце истории как судья. Значит, мы нашим друзьям, мусульманам, задаем вопрос. Если Он придет как судья, то как выстраивать с Ним отношения сейчас? И этот вопрос чрезвычайно важен. Так что, с одной стороны, соприкосновение и пересечение, с другой стороны, различие. Четвертое. Коран предписывает христианам не отступать от того, что им открыл Бог. Истина? Ложно? Истина. Да, это истина. Народ книги. Настойте на Писании. Настойте на Торе. Настойте на всех Писаниях, которые открыл вам Бог. О нас в Коране говорится, что мы люди книги, народ книги. С огромным уважением. Я постоянно указываю мусульманам на эту книгу. Я говорю, я стою на Писании. Я читаю Писание каждый день. Вот мое основание. Вот, на чем я стою. Писание, которое свидетельствует о центральности центрального положения Мессии. Это утверждение открывает немало дверей. Среди моих друзей есть человек, который работает в Пакистане с талибами. Вот он приходит к талибам, он говорит, я человек книги. О, мы вас уважаем. Я хочу с вами поговорить. О, хорошо, будем говорить. И вот он садится вместе с лидерами талибан и говорит, я читаю Коран как христианин, как последователь Мессии, как человек книги. И он говорит, я вижу, что в Коране написано, что будет много религий, чтобы мусульманам научиться жить в мире, в плюористическом мире. а в плюористическом мире. Учители вы этому своих детей в медресе? И они говорят, не знаем. Давайте посмотрим, что там у нас в программе написано. Иногда же переписывают учебные программы, чтобы включить в мусульманских школах обучение тому, что в плюористическом мире нужно жить мирно. На каком основании этот человек может к ним приходить и говорить об этом? А он человек книги. И этот факт открывает перед ним немало дверей. Он человек книги. Пятое. В Коране имеется несколько упоминаний о Святом Духе. Истина? Ложно? Некоторые не голосуют не так, не так. Истина или ложно? Все-таки. Некоторые не хотят выдавать себя. Значит, вы не знаете, да? Не хотите угадывать. Это истина. Истина. В Коране есть немало даже упоминаний о Святом Духе. Однако, мы с вами, помните, говорили о пересечении или заприкозновении и различии. Мы спрашиваем у мусульман, что означают эти указания на Святого Духа? Что же отвечают нам мусульмане? Знаете, что? Они говорят, что Святой Дух это ангел Гавриилов. У меня сейчас в руках перевод Корана, выпоминенный Юсуфом Али из Ливана. Абдалла Юсуф Али. Он говорит, он говорит так, утверждение, что все упоминания о Святом Духе в Коране говорят на самом деле о Гаврииле, неправда. Неверно. И я, читая Коран, понимаю, что это далеко не всегда Гавриил. Как можно ответить мусульманским друзьям? Давайте посмотрим, что говорит Инжил, что говорит Новый Завет, Евангелие о Святом Духе. Это, конечно же, не Гавриил. Святой Дух это не Гавриил. Святой Дух это Божие присутствие в нас, обличающие нас во грехе, дающие нам силы для праведной жизни, приводящие нас к покаянию, наделяющие нас дарами Святого Духа. Конечно же, это далеко не всегда Гавриил. Шестой вопрос. Коран предписывает христианам делиться своими писаниями с другими людьми. Истина? Ложно. Истина. Я очень рад вашему ответу. что вы так быстро и правильно отвечаете. Я думаю, что вы изучали немножко хотя бы ислам. Да. Коран говорит нам, христианам, не прячьте, не скрывайте писания. Сделайте их доступными. Сделайте их доступными. И бесплатно доступными. А если вам нужно, если вы вынуждены брать с мусульман деньги за Библию, не делайте на ней прибыли. прибыли. Нет. Никогда, ни в коем случае нельзя раздавать Библию, Писание ради прибыли. Священное Писание должно быть доступным. Из нее нельзя делать коммерцию. Великолепный стих. Все мы знаем, что очень часто бывает так, что мы даем Библию мусульманам, они говорят, это неверная Библия, неправильная Библия, искаженная Библия. И многие мусульмане даже не смотрят на Библию. Они решают, что... Они считают, что на Библию даже смотреть опасно. В Коране ничего подобного нет. В Коране не написано, что Библия искажена и сковеркана, испорчена. В Коране наоборот, заповедь, что Писание должно быть доступным. В Сомали христианство проповедовать было нельзя, незаконно. Но учащиеся просили у нас Библию, и при этом должны были подписать такую бумагу, в которой было написано, заявление, в которой было написано, я сам попросил Библию, никто мне ее не навязывал. И мы это заявление от студента, от учащегося, убирали в сейф. И если полиция приходила с проверкой, мы говорим, не говорили, нет, мы Библию никому не навязываем. Но добровольно мы Библию раздаем тем, кто просит, у нас священное Писание, основываясь на Коране, в котором говорится, что мы должны делиться Писанием. Седьмое. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос родился от Девы. И это истина. Это истина. В Коране написано, что Он родился от Девы Мариам, сестры Аарона. Наши друзья мусульмане говорят, ну понятно, все израильтяне братья и сестры, они все родственники. Так что Иисус, конечно, родился от у сестры Аарона, ну точно так же, как у сестры Моисея, можно сказать, или у сестры Иисуса Новина, кого угодно, они же все там братья и сестры, потому что весь Израиль одна семья. Но Он родился у Девы, от Девы. В Коране не объясняется, что это значит. Об этом мы поговорим несколько позже. Мы поговорим о том, как, основываясь на этой фразе Корана, объяснять мусульманам, что Иисус родился от Девы. Иудеи в это не верят. Мусульмане верят. Восьмое. Коран утверждает, что Иисус – это Слово Бога. Истина? Ложно? Истина. В Коране говорится о нем как халима тулла. Буквально Слово Божие. Халим от Алла. Об этом мы поговорим несколько позже. Это очень интересное упоминание об Иисусе в Коране. Когда спросишь у мусульман, что это значит, как это так, Иисус – Слово Божие, они скажут, ну, это значит, что Бог сказал и вдруг, по Его Слову, чудесным образом Иисус был сотворен в чреве Девы. Точно так же, как по Слову Божию был сотворен Адам. Коран открывает дверь, которая дает нам возможность помочь людям задуматься о воплощении Слова, жившего среди нас. Но понимание или определение данное в самом Коране ведет нам совершенно в другую сторону. Бог сказал и сотворил Иисуса Своим Словом. И общность, и различие, как обычно, как мы к этому привыкли, мы об этом будем говорить на семинаре подробнее. В Коране очень интересная вещь говорится. Иисус Слово Божие. Говорится также, что Иисус это Дух Божий. Тоже в Коране. Девятое. Коран советует Мухаммеду спросить христиан о содержании их писаний. Истина? Ложно? Истина. Истина. И этот стих в Коране мне очень нравится. Коран заповедует Мухаммеду. Если в чем усомнишься, в любых сомнений, спроси у тех, у кого есть Писание, и они помогут тебе. Я часто мусульманам этот стих напоминаю. Я говорю, я человек книги. Согласно Корану, если у вас мусульман появятся вопросы к людям в книге, спросите. И мы вам с удовольствием ответим. Есть вопросы ко мне, говорю им. Иногда они говорят да, но с другой стороны есть в Коране предупреждение. Осторожно, чтобы христиане вас не увлекли. Вот так всегда двойственное состояние. С одной стороны, да, Дэвид наш лучший друг, он человек книги, нужно его спрашивать о том, что означает Писание, но осторожно, вдруг уведет, вдруг увлечет. Всегда вот такая двойственность. Был я года три назад на Западе Африки. Общался с очень известным мусульманским лидером в Пуркино-Фасо. Вокруг него сидели друзья его, ученики его. Он сидел и читал длинную-длинную лекцию об исламе. Потом пришло время нам уходить, и я говорю, я человек книги и пастор, который со мной здесь, он тоже человек книги. И я ему говорю, вы так подробно нам объясняли ислам, большое вам спасибо за это. Но вот мы уже собираемся уходить. Есть ли у вас вопросы к нам? Вот мы христиане, люди бывших, прежних писаний, люди книги, Мухаммеду было заповедовано задавать вопросы христианам по Писанию. Есть ли у вас вопросы к нам? «Ну да, конечно, конечно, говорит он, нам следует задавать вопросы, если есть у нас вопросы, но есть ли у нас вопросы? Если есть вопросы, но есть ли у нас вопросы?» говорит он, и снова и снова повторяет. Я говорю, нет, серьезно, есть ли у вас к нам вопросы? Да, у нас есть вопрос. Действительно ли Иисус пророчествовал, что после Него будет открыто новое Писание? Я говорю, нет, Иисус такого не пророчествовал. Более того, в последних стихах Библии Иисус предупреждает нас против того, чтобы кто-то дописывал что-то к Писанию. Книга Откровения Иоанна Богослова в самом конце. Нельзя к этой книге ничего дописывать. Нет, Библейское Писание закрыто. Нас предупреждают против всякого другого Писания. Вот в этом-то и проблема, говорит он. Вопрос-то у него был очень и очень хороший. Так что мы, друзей своих мусульман, просим. Мы говорим, задавайте нам вопросы. И очень часто они зададут вопросы. Десятое. Коран утверждает, что в Иисусе исполнение Писания истинно ложна истина. Истина. В Иисусе исполнение Торы и Писаний, согласно Корану. Работая с мусульманами, мы часто спрашиваем, что же говорит Тора, что же говорит Ветхий Завет об Иисусе? Он исполняет Священное Писание. Давайте посмотрим, что написано в Священном Писании. Кто из вас все правильно ответил? Молодец, Саша. Молодец, тоже молодец. Хорошо. Кто на 9 из 10 вопросов ответил правильно? А на 8 из 10? Хорошо. Очень хорошо. Молодцы. А кто на все вопросы ответил неправильно? Вот вам примеры общности и различий, о которых мы будем говорить подробно на протяжении следующих нескольких дней нашего семинара. Есть ли у вас ко мне сейчас вопросы? Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Вы сказали, что к вам подходили ученики, просили Библию, и вы просили у этого человека подписать бумагу, что он сам обратился с просьбой. Будут ли у этого человека проблемы в связи с тем, что он подписал такую бумажку? Такая ситуация была только в Сомали. И там распространение христианства, пропаганда христианства была вне закона. В этом случае мы с ним договаривались, что если когда-то полиция что-то заподозрит, то полиция должна получить документ, что он сам попросил Библию. Да, у него могут быть в связи с этим проблемы. Но мы так договорились, мы так работали, и все согласились, что так и надо. Иначе нас обвинили бы в том, что мы заставляем студентов читать Библию. Да, у него вовсе и с этим могли быть определенные проблемы. Но, с другой стороны, у нас были настолько добрые отношения с мусульманскими лидерами в Сомали и с государственными лидерами, политическими лидерами, что они ничего не имели против. Как-то, когда я в Сомали возглавлял миссию, я беседовал с представителями власти, и я им сказал, «Дайте я вам расскажу, как мы поступаем с этим запретом христианской пропаганды». «Нет, не говорите нам. Мы и так все знаем», — сказали они. «Если сделаете что не так, мы вам скажем. Но просто делайте все правильно, делайте все так». Они хотели нам дать жизненное пространство. «Ну, думайте, что делаете. Просто думайте, будьте мудрыми». Вот и все. Это был, пожалуй, самый мудрый подход. «А в Коране и есть запрещение мусульманину читать или иметь у себя Библию?» «Нет, такого запрещения нет». «Нет». «А он рекомендует?» «Нет, и не рекомендует, но он там рекомендуется задавать христианам вопросы. «А есть ли страны, в которых запрещено мусульманам иметь в своем доме Библию согласно закону?» Я на этот вопрос ответить не могу. «Есть ли где-то запрещение?» Некоторые имамы скажут, что Библию не стоит иметь, и будут требовать, чтобы люди не имели Библию, потому что Библия испорчена, исковеркана и так далее. Но все это на самом деле искажение заповеди Корана. Коран с огромным уважением относится к Библии. А что такое искаженная Библия? Об этом мы будем говорить и позже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok